МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. Я, Ольга Пырычкина. Смотрите сегодня. Чтобы избежать трагедии, специалисты газовой службы проверяют оборудование. Суд поставил точку. Арбитраж постановил вернуть землю около 4-й столичной гимназии городу. Наука в кинематографе. В Чебоксарах стартовал фестиваль научного кино. В российских регионах продолжаются проверки газового оборудования. В поле зрения специалистов многоквартирные дома, напомним, выпившие нарушения при эксплуатации газовых приборов, стали причиной взрыва жилого здания в Ивановской области, в Рязани. Такие трагедии зачастую происходят из-за банальных мелочей. Сегодня в этом убедился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Он отправился на проверку жилых домов вместе с газовиками. Плановая проверка дома. Перед тем, как зайти в квартиры, специалисты изучают состояние труб на фасаде. С помощью вот такого прибора возможно с точностью определить места утечки газа. Если газ утекает, значит аппарат пикает. А тут что показал прибор? Тут утечки газа вообще нет. После специалистам необходимо обойти каждую квартиру. По нормативам газовые приборы должны проходить проверку не реже одного раза в год. Практика показывает, далеко не всегда хозяева содержат оборудование по всем правилам. Типичная ошибка – отсутствие вентиляции на кухне. Если незначительная даже утечка газа, либо там забыли крайник плиты, там остался в открытом положении, идет выход газа, набирается взрывоопасная концентрация. Поэтому герметичные окна – это большая проблема. Необходимо в кухнях газифицированных помещений обеспечивать приток воздуха. Минимум, что необходимо, это хотя бы в режим микропроветривание окно держать. Хозяева квартир должны постоянно контролировать и работоспособность дымохода. Через него специалисты, которые проверяют тягу, вот смотрите, да, пламя отклоняется в сторону кармашка. Это значит, что тяга достаточная. Перед тем, как разжечь прибор, пользователь обязан проверить наличие тяги. В этой квартире нарекание специалистов вызвало состояние плиты. Свой ресурс она исчерпала давно, ее необходимо демонтировать. Хозяин этого частного дома решил заменить все газовые приборы с истекшим сроком эксплуатации. Говорит, что трагедия в Ивановской области заставила его задуматься о безопасности. Тем более, у того, расход большой был у котла, и счетчик не было. Сейчас ставлю счетчик, и заодно новый котел. В ходе проверок работники газовой службы сталкиваются и с серьезными нарушениями. Нередко хозяева квартир самовольно переоборудуют газовые приборы. Это может обернуться, конечно, и в ряде случаев и трагедии. Нарушение тяги вентиляционных дымовых каналов, разрушение оголовков, также загромождение мебелью как раз газоиспользующего оборудования. Но часто специалистов газовой службы попросту отказываются пускать на порог для проверки приборов. Если абонент отказывает нам в доступе для выполнения работы по техническому обслуживанию, то через месяц такой абонент отключается от системы газоснабжения. Газовики выявляют и неблагополучные квартиры. На тех, кто оказывается в этом черном списке, заводят административные дела. Такие квартиры выявляем, и совместно с управляющими компаниями меняем в таких квартирах газовое использующее оборудование на электрическое. Основление администрации города Чебоксар в 2008 году было выпущено, которым была предусмотрена именно такая работа по выявлению таких неблагонадежных квартир. В ближайшие дни эксплуатацию приборов работники газовой службы намерены проверить совместно с сотрудниками МЧС. Они посетят квартиры, на которые жалобы поступают чаще всего. Медрик Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. В число вопросов, требующих решения на государственном уровне, вошло возрождение института наставничества, сохранение уровня открытости бюджета, профилактические меры по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Подробности заседания Кабинета министров. Материали Родиона Архипова. В органах государственной власти сегодня работает около 30% молодежи. Выполнять управленческие и исполнительские функции непросто. Поэтому так важно, чтобы рядом оказался более опытный коллега. Глава ЧУАШа Михаил Игнатьев подписал указ о внедрении института наставничества в органах исполнительной власти. В резерве у нас на сегодняшний день почти 250 молодых граждан Российской Федерации. У нас традиции такие они были. И самые лучшие периоды советского времени даже в коммерческих организациях всегда закрепляли наставников, чтобы молодого человека воспитать, чтобы он был на самом деле успешным, эффективным и достойным гражданским государственным случаем в данном случае. Хорошую новость озвучил на заседании глава Минфина. В исполнении бюджета наблюдается положительная динамика. По уровню открытости данных среди регионов ПФО ЧУАШа занимает третье место. Доходы по консолидированному бюджету составили 34 миллиарда 338 миллионов рублей или на 5% больше, чем уровень прошлого года. Расходы составили 30 миллиардов 405 миллионов рублей. Что касается республиканского бюджета, то по собственным доходам рост он чуть выше. Рост составил в корне прошлого года 107,1%. И налоговые и неналоговые доходы они выше выросли на 15%. Еще одна важная тема – профилактика вируса и иммунодефицита человека. Общество как-то подзабыло, какую угрозу несет ВИЧ-инфекция. В ряде регионов страны наблюдается нехорошая тенденция. Например, в Екатеринбурге этим недугом по статистике страдает каждый 50-й гражданин. Медики научились продлевать жизнь таким больным. Но острота вопроса не снимается. Чувашская республика сегодня находится в благополучной зоне по распространению ВИЧ-инфекции. 212 человек. То есть это довольно низкий показатель в целом по Российской Федерации. Комиссия будет заниматься решением вопросов, организацией мероприятий, направленных на предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди населения республики. Это вопрос о том, что поднимается на более высокий уровень координации этих мероприятий. Члены правительства одобрили законопроект, согласно которому с будущего года страховой пенсионный возраст в период замещения должностной госслужбы будет увеличиваться на полгода. И к 2032 году для женщин достигнет 63 лет, а для мужчин – 65. Родион Архипов, Олег Якимов, Республика. В режиме видеоконференции состоялось заседание консультативной комиссии Государственного Совета России. Вел его помощник президента России Игорь Левитин. В заседании принял участие глава Чувашия Михаил Игнатьев. Комиссия Государственного Совета Российской Федерации создана для оказания консультативной помощи президиуму и членам госсовета по наиболее актуальным вопросам социально-экономического развития и проработке предложений по их решению. В ее состав входят главы субъектов России, имеющие наиболее высокий рейтинг эффективности деятельности. Кстати, в комиссию госсовета входит и глава республики, а Чувашия входит в число регионов лидеров страны по ряду показателей. В 2016 году в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов среди 85 субъектов федерации наша республика поднялась с 9 на 6 место. Входит в десятку самых инновационных, инвестиционно-привлекательных и комфортных для жизни субъектов России. Система управления общественными финансами также признана одной из наиболее эффективных в стране. Повышение эффективности работы органов государственной власти по управлению государственным имуществом, пожалуй, одна из главных тем, затронутых на заседании. Учитывая, что значительный массив имущества находится в собственности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, было принято решение об обсуждении этих вопросов на заседании консультативной комиссии для того, чтобы его потом выносить на государственный совет. Нам необходимо проработать детально эти вопросы, потому что они очень чувствительны как для субъектов Российской Федерации, так и для бизнеса, и, конечно же, для населения страны. На заседании отметили и важность электронных торгов, как инструмента напрямую влияющего на предотвращение коррупции. Сейчас в стране избыточное количество федеральных государственных учреждений, их нужно сокращать. Некоторое государственное имущество не используется годами, а оно должно приносить доход. Есть и другие вопросы. Игорь Левитин отметил, что обсуждение этой темы будет продолжено 11 ноября в Ярославле в ходе выездного заседания Госсовета страны с участием президента России. Юлия Важенина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика. Национальное телевидение Чуваши неоднократно рассказывало о непростой ситуации, которая сложилась вокруг строительного объекта около 4-й столичной гимназии. Котлован угрожал безопасности школьников и жителей соседних домов. Судебные тяжбы между администрацией Чебоксары и застройщиком торгово-административного комплекса тянулись с февраля этого года. И, наконец, арбитражный суд разрешил спор. Правосудие встало на сторону жителей микрорайона, родителей и учеников гимназии. Застройщик обязан передать земельный участок в ведение столичной администрации. В удовлетворении встречного иска о продлении аренды суд отказал. Что будет на месте глубокой зияющей ямы, пока неизвестно, но ясно одно. Одним опасным для жизни объектам стало меньше. Получила продолжение история, связанная с пищевым отравлением в столичной школе номер 43. Напомним, в конце октября там зарегистрировано 20 случаев острой кишечной инфекции. Семеро детей были госпитализированы в инфекционные стационары города. Накануне пришли результаты анализов отравившихся детей. У четверых из них обнаружен золотистый стафилококк. От кожных угрей до таких опасных заболеваний, как пневмония, менингит и сепсис. Такие последствия может вызвать золотистый стафилококк, живущий в организме человека. Шестеро отравившихся школьников отделались острым кишечным заболеванием, 14 – пищевой токсик инфекцией. А четверо ребят получили в нагрузку к школьному обеду золотистый стафилококк. Уже известно, что причиной групповой заболеваемости стало нарушение технологии приготовления пищи, условий и несоблюдения правила дезинфекции. По фактам выявленных нарушений составлено шесть протоколов об административном правонарушении в отношении школьной администрации и поваров. О волнах и частицах, об эволюции и искусственном интеллекте. Столица Чуваша в очередной раз присоединилась к Всероссийскому фестивалью актуального научного кино. Рассказать о существующей экологической опасности и повысить уровень социальной ответственности. Документальный фильм «Гонка на вымирание» обозначил одну из главных проблем современности. Эта кинолента – одна из пяти, которые увидит чебоксарский зритель. Целевая аудитория – это студенты, школьники, как техникумов и школ примкнули к нашему фестивалю, чтобы они загорелись этой идеей, наукой, то, что нужно продвигать. Казалось бы, наука скучная, но тут она популярная и актуальна еще к тому же, потому что тут нет ни фильмов ни 20, ни 30 лет назад, а ближайшие пять лет. А в этот раз мы даже подобрали, даже с 16-го года большинство фильмов, сразу вот прям, как говорится, с конвейера можно почувствовать, какие проблемы мировые даже затрагивают, что мы люди едины, что нас одно и то же беспокоит. Фестиваль научного кино проходит во второй раз. К нему присоединились более 50 городов. Этот проект объединяет людей, вдохновленных наукой. Он носит, несомненно, и просветительский характер. Мне очень нравится смотреть документальное кино. Очень захватывающе и интересно. Например, экология – это же наша, как бы, ну, как бы земля, наша родина. И мы должны ее оберегать. Наука очень сложна для каждого человека, но такие фильмы могут помочь, хоть что-то запомнить ему. Впереди зрители ждут еще три киноленты – «Лимб», «Машина сновидений» и «В ожидании волны частиц». Не гласный девиз фестиваля, а сложным – просто. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин, Республика. Минспорт России подвел итоги конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах страны. Чувашия заняла первое место в рейтинге регионов по развитию физической культуры и массового спорта за 2015 год. Ведомство оценивало физкультуру и массовый спорт, спорт высших достижений, подготовку спортивного резерва. В зоне внимания также адаптивная физкультура, материально-техническая база, спортучреждений. И к другим новостям. Более миллиарда рублей должны энергетикам управляющие компанией «Чебоксары» Новочебоксарска. Второй год в этих городах компания «Энергосбыт Плюс» предлагает жителям платить напрямую за потребленную теплоэнергию. Как это повлияло на сокращение задолженности в нашем репортаже. Об этом далее. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения «Чебоксары». 512 домов Новочебоксарске и Чебоксарах перешли на прямые платежи ресурсоснабжающей организации. В «Т-Плюс» называют такой переход вынужденной мерой. В 2014 и 2015 годах уровень платежей снизился до критического. Ряд управляющих компаний, предвидя будущее банкротства, просто перестали оплачивать потребленные теплоресурсы. Самая большая задолженность числится за банкротом управляющей компанией «Навэк» – более 100 миллионов рублей. Были управляющие компании, по которым сбор был порядка 50%, 40%, у кого-то 60%. И, конечно, вот такая ситуация, она вынуждает ресурсоснабжающей организации инициировать переход на прямые платежи граждан в адрес РСО. И я считаю, что это нам очень удалось, хорошо. Мы такую работу проделали в этом направлении очень большую. На сегодняшний день у нас порядка 500 домов. Жители 500 домов оплачивают за отопление, за горячее водоснабжение напрямую. В Чебоксарах жители этих домов получают единые платежные документы, где собрана не только сумма за содержание жилья, воду, но и за тепло. И оплатить это можно легко и быстро. «Ты плюс» взяла на себя расходы по оплате почтовых и банковских комиссий. Жители понимают, что деньги поступают к нам напрямую. Не было проблем с получением паспортов готовности. Ни для кого не секрет, что управляющие компании многие очень долго нашими средствами пользовались. Прямые платежи «Т-Плюс» – это еще и возможность управляющим компаниям получить реструктуризацию долгов. Кроме того, энергокомпания запустила для жителей традиционную акцию – в Новый год без долгов. Ее главная задача – поощрить добросовестных и ответственных потребителей тепловой и электрической энергии, не имеющих задолженности. «Т-Плюс» дает им бонусы. Участниками акции станут физические лица, которые оплачивают услуги отопления и горячего восстановления напрямую и оплатят в декабре задолженность за ноябрь и авансовый платежный документ за декабрь. Когда будут выставляться квитанции за ноябрь, сразу житель получит еще одну квитанцию авансовую за декабрь. И вот в случае оплаты задолженности и этой квитанции авансовую декабрь, он автоматически становится участником акции «Новый год без долгов». Компания «Т-Плюс» работает в трех городах – Чебоксарах, Новочебоксарске и Шкарале. В прошлом году участниками акции в «Новый год без долгов» стали 54 человека. В этом году подарков стало больше. Призы для добросовестных потребителей и весьма солидные фотоаппараты, микроволновые печи, пылесосы, мультиварки, пароварки, электрочайники, блендеры, комплект энергосберегающих ламп и многое другое. Продолжение следует...